ну вот значит мы перешли сделали первую зону вторую зону до доходим к стопам значит у нас тут осталось видите маслом и заранее помните заводили масло до сняли его и размазывает по тыльной стороне стопе и по голени значит вот обняли вот эти места где лодыжка до плотно промассировали соединили пальцы и сжали как будете пружинить надо уже нас и такие движения пружинения она приподнимается от стопах как будто отрывается от голени потом берем здесь ребенку можно взять рукой и вот так стоп поднимаем отдельно отрываем за дно расширяем колено состав и голеностоп ну взрослого человека тяжело рукой до держать за примеряем ногу ногу ставьте так чтобы не передавить эти узлы не сухожилия допустим больного ставьте на мягкое место коленкой поставили вытягиваем несколько раз таки пружинстве движения далее берем голень стопу плотно зажимаем как теннисную ракетку от маленького тенниса под года и большим пальцем держим пятку и вот расшатываем движение наружу перехватили выше вот на место стыка стыка да то же самое расшатали перехватили пятку или нас пятка вот расшатали и хотим чуть подальше расшатали туда и сюда перевозь еще повыше и расшатали туда-сюда теперь захватили большой палец отдельно все сны пальцы отдельно и у друг к другу так то что расшатали расшатали их и того расширяем расширяем пальцы теперь берем с вами пальцы смазываем ну давайте так если поскольку мы записали что пальцы седьмая зона дату немножко похоже не беремся да вот давайте так саму стопу согреваем с двусторонним ладонями теперь делим держим плотно за пятку до этого вот рукой туда вот техника ролик не делимся и растираем очень удобно вот по своду стопы стопы да как раз рука сюда входит вот по диагонали теперь подняли стопу и с этой стороны растираем быстро быстро до согрева теперь взяли за пальцы опустили вниз у нас натянулся хилл сухожилия его растирая не поднимая стопу вот берем лапа леопарда отдираем мясо от пятки отдираем отдираем доходим сюда отдирая здесь вот это вот место особенно отдираем отдираем и всю стопу лимфа течет пальцев вверх по этому направлению в ту сторону да а в эту сторону вот прям костяшками плотно так начинаем натираем и вот тут вместо сгиба до труда растеряем следует теперь пройдемся по точкам ну во первых мы отделяем от мяса от костей да а фактически у нас тут идет идет линия позвоночника то есть вот тут копчик получается да вот пошел позвоночник вот тут шея пошла да и череп позвоночник не особо разбираясь где какая там какой позвонок нам надо да если конечно нужно конкретно там поясницу проработать например да то уже там ищите по карте схеме и смотрите нажимаете а так схематично с двух сторон вот раз продавливаем технику шиатсу жестко ориентир для вас какой смотрите кожа меняется кожа такая где начинается на стопу переходить кожа да вот по этой линии с двух сторон кожа у стопы были плотно и проходим выдавливаем двух сторон обоим пальчиком идем дошли до сюда но дальше просто пальцы гунтся поэтому не будем так проходить или если лежит и звание до по одному пальцу теперь продавили акупунктурных точек очень много поэтому не бойтесь куда-нибудь вы уж точно попадете понимаете теперь здесь тоже мы особо не изучаем точки да просто понимаем что вот это зона вместе с вот это да это область малого таза с половыми органами вот эта зона это получается зона брюшины вот эта зона это грудины и все чтобы в грудном клетке находится да вот эта зона это зона головы поэтому вот тут от этого места до этого места половую сферу чтобы улучшить человека растираем вот так вот по дугой дугой улыбку гумпле нарисуем а второй рукой вот косточка да и вот над ней и под ней с двух сторон это таранная кость вот здесь здесь и здесь да ну давайте он даже нарисую наверное получается над косточкой под косточкой улыбка гумпле на улыбается да вот на улыбочка получается косточкой над косточкой под кучкой над косточкой да далее вот тут шпора где пятка заканчивается людей на ростах кольцевые кольциты собираются да вот так вот идет толстый кишечник да все остальное подробности нам не нужны да ну условно . еще вот активно это под мизинцы надо вот туда зайти и под большим пальцем это самое главное там точки кому надо да можете посмотреть сердце легкие и так далее тут как бы получается глаз предположено если это надо лево это глаз правый до правого уха правая скула ну имеется ввиду где этот зуб мудрости да и это вот еще там что-то получается я уже не помню схема да тут где-то находится щитовидная железа так ну я еще раз говорю китайской медицины мы изучаем да вот как бы схематично взяли эти точки на сторон откол образных прокрутили одновременного кубин плена пониже точки взяли прокрутили одновременно да простимулировали вот этот уголок пятки так сильно да и дальше вот мы всю эту зону делим условно говоря на клеточке вот тогда и каждую клеточку проходим прожимаем либо одним пальцем вот в методом ши отсюда либо сразу двумя пальцами либо вот так вот любыми способами в общем-то по сути не важно главное чтобы все точки вот прошли не упустили никакого места можно вообще хаотично вот эту точку под под большой палец да вот так раз продавили эту точку продавили теперь сами пальцы друг от друга вот так вот расшатали 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 а пальцы начинаются не здесь а вот здесь вот они гнутся видите где вот и теперь расшатываем сами пальчики по кругу их расшатали каждый и делаем ногу почти не весом почти не держим и да и нежно проходим все вот так вот с подкруткой вот вытягиваем таким этот элемент больше даже кратического массажа относится теперь развернули стопу да и вот массируем сухожилия поднимающий пальцы верда вот их массируем до согрева между ними массируем перепонки да и легко так как бы незаметно непринужденно продавливаем вперед где хрустен куда не хрустен кроме большого пальца большой палец не только вперед сдавим мы вдоль стопы а большой палец и вдоль и чуть вбок вот туда раз точек очень много я вам говорил да и здесь есть точки это вот уже по вашему желанию можете взять тайские палочки или китайские до чтобы берешь свои пальцы до про продавить их да может там по уже есть точки карандаш кардашов после ручки продавить вот уголки этих ногтей до скажи стороны они же точки фолия они же стимулируют внутренние органы вот условно все продавили и саму стопу мы же расшатывали да вот я может теперь крутануть взяли плоскости вот так локти расставили и вот такое движение будет 1 2 и теперь другую сторону 1 2 3 вот кое-где хрустного до соответственно так трех местах хрустного что могу тут расшатывали почему мы несколько раз это делали потому что обратите внимание на скелет получается вот таранная кость да мы вот эти точки жалю вот они цель стены и соответственно с двух сторон да вот так они расположены с этой стороны сочинения 1 2 3 3 раза можно слышать хруст вот таким образом мы как бы легкую мануальную стимуляцию проделали человеку да и напоследок можно ему всю стопу вот вытянуть до для этого кладем ногу вот так упираемся то есть тут рука на бедре тут упирается в наше предплечье рука сползает на свод стопы самую верхнюю часть да и давим к предположим плечу резко так раз не хрустно тоже неплохо у человека на все нормально и завершающее движение то есть мы потрясли ногу все наши отработные вещества стряхнули завершение обе ноги если кому надо отдельно просит клиент массаж стоп да то вот очень удобно поза за вы можете сесть вообще и номинация стороны стопы прощипывать их пощипывать кулаками обрабатывать палочками обрабатывать в общем чем угодно да а если мы массаж общий массаж заканчиваем да то тогда просто еще взяли ноги чуть на себя потянули вот такими мягкими движениями старайтесь кому больно когда вы захватываете дату пальцы не должны впиваться просто легонечко так вот держим чтобы упор потянули пошатали отпустили больше палец так позже и все сбросили энергетику массаж завершён